Здравствуйте, дорогие ученики 9 класса! Сегодняшняя наша тема ознакомливаемся с соли аммонием. Начинаем, ребята. Получение соли аммония можно получать взаимодействием аммиака или гидрооксида аммония с кислотами. При избытке многоосновной кислоты в обоих случаях образуются кислые соли. Ребята, рассмотрели данные реакции получения соли аммония. Смотрим. Аммиак взаимодействует с серной кислотой, получается сульфат аммония. Дальше. Аммиак при взаимодействии с серной кислотой в процентном соотношении 1 к 1 получается гидросульфат аммония. Дальше. НХ4ОН с серной кислотой образует также сульфат аммония и воду. Здесь в соотношении 1 к 1 получится гидросульфат аммония и вода. Надеюсь, эти реакции вы записали, а я могу продолжить. Продолжаем, ребята. Физические свойства. Записываем также. Соли аммония – твердые кристаллические вещества, хорошо растворимые в воде. Многие из них имеют белый цвет. Далее смотрим, ребята. Обратили внимание на различные соли аммония. Цвет белый и являются твердыми веществами. По строению, цвету и другим свойствам они похожи на соответствующие соли калия, так как радиусы ионов аммония НХ4 плюс и калия плюс практически равны. Хорошо, ребята. Продолжим с химическими свойствами. Рассмотрели. Соли аммония обладают общими свойствами солей и специфическими свойствами. Общие свойства соли. Ознакомимся. И записываем данные реакции. НХ4 дважды СО3, то есть карбонат аммония, с серной кислотой образует сульфат аммония в воду и выделяет СО2. Далее записываем. Сульфат аммония с хлоридом бария образует осадок сульфата бария. И образуется также хлорид аммония. Далее, ребята, записываем. Хлорид аммония с нитратом серебра образует осадок хлорида серебра и также при данной реакции образуется нитрат аммония. Далее, ребята, обратили внимание на то, как хлорид аммония с легкостью распадается на катиона аммония и анионы хлор минус. Дорогие ребята, при записи данных реакций в обязательном порядке обратите внимание на коэффициенты. Продолжим. К специфическим свойствам соли аммония относятся их взаимодействие со щелочами. Приведем пример данной реакции. НХ4 хлор, то есть хлорид аммония, при взаимодействии с гидрооксидом натрия образует хлорид натрия и гидроксид аммония. Обратили внимание, гидроксид аммония сразу же способен распадаться на аммиак и воду. Запомнили эту реакцию, записали, а я продолжу. Особенности разложения соли аммония при нагревании определяется природой аниона соли. Соли кислот, H-хлор, H-брум, H2CO3, H2SO3 и другие разлагаются на аммиак и газ, водный раствор которого является кислотой, которые при охлаждении снова образуют соль. Ребята, давайте все вышесказанному приведем пример на реакцию. NH4-хлор распадается на аммиак и H-хлор. При охлаждении обратно образуется хлорид аммония. Далее записываем. Гидрокарбонат аммония разлагается на аммиак, воду и СО2. Записали эти реакции, а я продолжу, ребята. Соли аммония, как соли, образованные слабым основанием, подвергаются гидролизу. Рассмотрели на примере реакции. Опять. Хлорид аммония при гидролизе образует NH4OH и H-хлор. Следовательно, H-хлор будет распадаться на положительный ион водорода, отрицательный ион хлора. И при этом мы с вами видим, что среда получается кислая. Записали данную реакцию. Продолжим, ребята. Определение. Распознавание солей аммония основывается на их взаимодействии со щелочами. Рассмотрим примеры на реакциях. Хлорид аммония со щелочью натрий OH-H образует хлорид натрия. Обратили еще раз внимание. Выделяется аммиак, образуется вода. Следующая реакция. Хлорид аммония со щелочью гидроксида кальция образует хлорид кальция, выделяется аммиак и образуется вода. Ребята, при записи данных реакций обращайте внимание на коэффициенты. Далее продолжаем. Применение. Где же применяются соли аммония? Смотрим. Хлорид аммония применяется при изготовлении дымовых шашек. Обратили внимание на рисунки. Дальше. Хлорид аммония NH4-хлор также использует при паянии и лужении металла, так как он очищает поверхность металла от оксидной пленки и к ней хорошо пристает припой. Обращайте внимание на рисунки. А в гальванических элементах, то есть в сухих батареях, в качестве электролита. Обратили внимание также на рисунки. Далее, ребята, ознакомимся. Гидрокарбонат аммония NH4-HCO3 и карбонат аммония NH4-HCO3 применяют в кондитерском деле. Так как они легко разлагаются при нагревании, образуют газы, разрыхляющие тесто и делающие его пышным. Например, обратили внимание на реакцию. Гидрокарбонат аммония образует аммиак, воду и СО2. Все они газообразные вещества. А также посмотрели на рисунки. Продолжаем, ребята. Нитрат аммония NH4-НУ3 в смеси с порошками алюминия и угля используют в качестве взрывчатого вещества аммонала, который широко применяется при разработке горных пород. Обратили внимание на данные рисунки. Дорогие ребята, я надеюсь, все вышесказанное о солях аммония вам было ясно. Все нужные моменты вы записали. А теперь, в свою очередь, я хочу попросить закрепить изученное на странице 97. Желаю вам удачи и до следующего урока. Здравствуйте, дорогие ребята. Вы помните, на прошлом уроке мы с вами познакомились с работами Ламарка и Линнея. Сегодня мы с вами поговорим о эволюционном учении Чарльза Дарвина. Итак, эволюционное учение Чарльза Дарвина. В середине 19-х годов в Европе, будем говорить, был создан ряд важнейших открытий. Эти открытия были в области палеонтологии, эмбриологии. И это все вместе создавало предпосылки для того, чтобы английский естествоиспытатель Чарльз Дарвин пришел к определенным выводам. Изначально я вам хочу рассказать немного о самом Дарвине. Дело в том, что этот человек в свое время получил частичное, небольшое образование в области медицины, но его всегда интересовало естествознание. Он обращал внимание на то, каким образом фермеры, например, могут путем скрещивания различных пород получать определенные породы животных, коров или, скажем, породы голубей. Его всегда интересовали те процессы, которые происходят в природе также. И вот Чарльзу Дарвину в свое время повезло. Ему предложили в качестве естествоиспытателя участвовать в кругосветном путешествии. В этом путешествии он проводит пять лет с 1831 по 1836 год. Совершая свое путешествие на корабле «Бегль», Дарвин обращает внимание на то, что, например, основное свое открытие он сделал в области Галапагосских островов. Он обратил внимание, что животные, которые населяют отдаленные, будем говорить, от материков острова, они остаются еще в более неизменных своих видах. И вот совершая это путешествие, давайте обратим внимание, он выезжает непосредственно на корабле из Англии, совершает поездку, их корабль продвигается вокруг Южной Америки, затем они побывали в Австралии, обошли частично Африку и вновь возвращаются к Южной Америке. Конечно, все его работы, большей частью, как я уже сказала, касались южноамериканской части. Он приходит к следующим выводам, что сохранившиеся, например, на Галапагосских островах гигантские черепахи, огромные игуаны, они сохранились в таком же виде, в каком они, можно сказать, жили давно. А вот на других каких-то материках существует уже несколько измененные виды. Вот если вы посмотрите внимательно на экране, здесь, на Галапагосских островах, до сих пор есть дом-музей и есть памятник Дарвину, и все приезжают туда с удовольствием посмотреть на те действительно неизменные, еще оставшиеся из древности этих, можно сказать, гигантских черепах необыкновенных. Вот совершая свое путешествие на корабле «Бегаль», он написал книгу. Книга так и называлась «Путешествие вокруг света». Он давал очень хорошее описание животным, которых он встречал, частично описывал растительные, фауну тех мест. И благодаря тому, совершенному во время путешествия, он собрал очень хороший материал о окружающей, будем говорить, фауне. Итак, ребята, давайте посмотрим еще раз. Вот эта карта была непосредственно в его книге, и она как раз показывает тот путь, который был совершен Дарвином. Проходит несколько лет. Если мы говорим, что его путешествие длилось до 1836 года, то в 1859 году, уже опираясь на результаты своих множественных трудов, Дарвин сформулировал эволюционную теорию. То есть он уже вывел теорию о происхождении видов. Опять-таки я говорю, опираясь на те знания, которые он получил во время путешествия. Итак, какие же были основные положения в его теории? Он говорил о том, что половозрелые особи каждого вида производят на свет многочисленное потомство, то есть интенсивно размножаются. В условиях интенсивного размножения начинается конкуренция между особами. За что бывает конкуренция? За пищу. Также воздействуют хищники. Также различные заболевания, изменения окружающей среды. Все это приводит к борьбе за существование. Затем в результате этой борьбы за существование естественно выживает сильнейший. То есть эти сильнейшие, затем выжив, дают потомство. Таким образом происходит естественный отбор. Опять-таки, мы говорим, в борьбе за существование выживают сильнейшие, и они же дают свое потомство. Произошел отбор, а более слабые формы погибают. Четвертым положением его теории было следующее, что после естественного отбора, если мы посмотрим начальную форму, как выглядят те исходные формы животных и те формы, которые были потом, мы заметим некоторые изменения и поймем, что это уже образовался новый вид. Вот, ребята, если вы обратите внимание, Дарвин очень часто изображает в окружении птиц. Это птицы-вьюрки. Вот как раз-таки на Галапагосских островах Дарвин обратил внимание следующее и предположил, что у этих вьюрков когда-то был один общий предок. Заселив различные острова Галапагосского архипелага, он обратил внимание, что на одних островах эти птицы питались растительной пищей, которую они непосредственно добывали на деревьях. Другие из них добывали, например, пищу различную, животную пищу, каких-то червячков из земли. Третий из них, у них появился такой клюв, с помощью которых они могли разгрызть очень крупные семена, похожий буквально на клюв попугая. И таким образом у них в силу того, что различное питание было, у них начал изначально меняться клюв, а затем исходная форма, которую предполагает Дарвин, исходная форма вьюрка, абсолютно была на всех остальных непохожа. Поэтому он сказал, что после естественного отбора по происхождению некоторого срока возникают различия между прежними и последующими поколениями. Эти различия накапливаются столетиями, даже тысячелетиями, и приводят к тому, что появляются новые виды. Изменчивость, которая передается по наследству, Дарвин ее назвал наследственной изменчивостью. И вот эти наследственные изменения, почему они происходят? Мы говорим, выживают те, кто наиболее приспособлены. Таким образом эти изменения как раз-таки позволяют приспособиться к окружающей среде. Вот вы вновь можете увидеть, это портрет Дарвина, изображены птицы, которых он описывал. Это птицы вьюрки. Согласно Чарльзу Дарвину, в пределах одной популяции отбираются именно те особи, которые могут обеспечить себе преимущество в данных условиях. Например, если в тех условиях, где обитают птицы, предположим, клюв которых приспособлен добывать непосредственно из земли червячков, то если там поселяется достаточно хорошая, здоровая особь, но клюв, который не приспособлен к добыче этой пищи, она погибнет. Таким образом мы знаем, что в пределах популяции, как правило, бывают те особи, которые обладают признаками, обеспечивающие им проживание в данной среде. Давайте, ребята, с вами вспомним и сравним. Когда мы говорили о Линее, Линее вообще говорил о том, что виды неизменны. Как они были созданы Всевышним, так они остаются в смысле нынешних дней. Ламарк уже утверждал о том, что виды меняются. Уже он рассматривал такой ход эволюции, но он говорил, что виды меняются благодаря тому, что особи обитают так называемым стремлением к совершенству. И достигнув своего совершенства, передают эти признаки следующему поколению. Мы рассматривали с вами на прошлом уроке, это на примере жирафа. Дарвин же сделал следующий вывод. Нет, виды меняются, но причины их бывают. Первая причина – это изменчивость в силу внешних каких-то влияний. Затем наследственность – это передача по наследству признаков, борьба за существование и естественный отбор. Вот все это вместе было заложено в теорию Дарвина. Ребята, пожалуйста, познакомьтесь с параграфом 28 на странице 104, эволюционное учение Чарльза Дарвина. И еще раз прочтите и сравните, пожалуйста, работы Линнея, Ламарка и Дарвина и сделайте задание к этому параграфу. До свидания, всего вам доброго! Редактор субтитров А.Семкин